Приветствую! Выборы на начасе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. И когда я опубликовал эту новость у себя в телеграм-канале, многие из комментаторов задались одними тем же вопросом. Мол, а как же вот это обещание? Я иду на один срок. Мол, я приду, я сделаю Украину лучше и уйду, и вы меня больше не увидите. Мол, как-то ж несправедливо получается, не выполнил обещание. Но один из комментаторов всем ответил, мне кажется, очень так влучно, видповив, так сказать. Вот, человек написал, что, мол, подождите, но нам же обещали на один срок, но не говорили, что на пять лет. То есть один срок, а насколько он затянется, никто не обещал. Ну, вот, знаете, получился юмор, но, конечно, не очень смешной такой. Да, потому что мы знаем, что президента у нас есть право сменять, выбирать. И так сложились обстоятельства, что президент, и это же не только президент, да, в принципе, вся верхушка пришла к тому, что, а выборы на начасе. А зачем выборы? Пусть будет тот, кто и сейчас есть. Безусловно, у этого есть и определенные аргументы за такую позицию. Но, честно говоря, я думал, что выборы все-таки будут. Почему? Потому что, когда в последнюю неделю назад или две была вот эта опубликована новость, заявление спикера Верховной Рады о том, что, мол, если проводить сейчас выборы, то есть определенные проблемы. Мол, а как будут голосовать те, кто за границей, а как будут голосовать те, кто на временно оккупированных территориях, а как будут голосовать те, кто просто уехал из своего места жительства, стал ВПО, как будут голосовать те, кто на передовой. И когда я увидел все эти вопросы, вот, я увидел на самом деле четкий ответ на эти вопросы. И он вкладывался четко в ту мысль, которую я давно говорил, что следующие выборы будут через Дию. И именно поэтому никаких повесток в Дии не будет, потому что она всем нужна. И я когда увидел вот этот набор проблем, я увидел, что все эти проблемы решаются одним способом. Разрешить голосование через Дию. И все. И тогда могут проголосовать и те, кто на оккупированной территории, да, ну, в большинстве своем смогут проголосовать. Понятно, что есть территории, которые там, понятно, нет ни света, ни интернета, но большинство сможет проголосовать, естественно. И ЗСУ сможет проголосовать в таком случае, и те, кто за границей, и ВПО, по сути, все смогут проголосовать. И, честно, я увидел это, знаете, как сигнал в этом, что выборы будут. И еще даже удивился, думаю, ну вот, ну вот, мы реально вообще прям демократия, демократия, что даже несмотря на военное положение, несмотря на то, что боевые действия, видимо, все-таки будут выборы. Но оказалось, что я ошибался, что Дию все-таки держат не для проведения вот этих электронных выборов. А отсюда, кстати, у меня появляется другая мысль, что может так случиться, что если Дия не нужна для выборов, то она может пригодиться для повесток как раз. Потому что я был уверен, что Дию держат вот, это тот проект, который будет, через который будут выборы, и у него должно быть, ну, такое хорошее, красивое реноме, так сказать, да, чтобы провести выборы, чтобы люди там не вздумали удалять эту Дию. А поскольку выборы не будут через нее проводиться, ну, тогда наверняка можно уже, в принципе, и повестки через нее рассылать. Но это такое мое предположение, как мы видим, могу ошибаться в этих вопросах. И теперь хочется с вами поговорить о том, а как юридически власть может обосновать вот этот момент, что выборов не будет. То есть если стать на позицию президента и попробовать объяснить со ссылками на законы, да, вот, мол, а почему выборов не будет, да, есть ли этому законное основание. Ведь если мы говорим о выборах с Верховной Радой, то там все понятно, да, там есть 83-я статья Конституции Украины, которая четко решает этот вопрос. Давайте, кстати, ее посмотрим. Вот эта статья, и здесь у нас в четвертой части четко указано, что у разе закинчения строку повноважений Верховной Ради Украины подчас дии военного чи надзвичайного стану, ее повноважения продолжаются до дня первого заседания, первой сессии Верховной Ради Украины, обранной после скасования военного чи надзвичайного стану. То есть мы видим, что прямого запрета на выборы Верховной Рады нет, но здесь четко указано, что полномочия продолжаются. Все, ни о каких выборах речь не идет. Полномочия продолжаются до того, как будет избрана новая Верховная Рада после того, как закончится военное или чрезвычайное положение. А что с президентом? А по поводу президента такой статьи в Конституции Украины нет. То есть ничего по этому поводу не говорится. И здесь, конечно же, вот да, я понимаю, что если мы сейчас будем там как-то оспаривать позицию президента, пойдем в суд, я вот, знаете, сейчас стану на эту сторону и попробую объяснить, вот что скажет представитель президента в суде, почему не будет, соответственно, выборов. Вот правовое обоснование этого вопроса с их точки зрения. Мне думается, что в первую очередь они будут ссылаться на статью 38 Конституции Украины, в которой сказано, что граждане мают право, браты, участь в управлении державными справами, у всеукраинскому та місцевому референдумах, вильно убираты и буты обранными до органів державной влады та органів місцевого самоврядування. И вот статья 38, в которой закреплено право и выбирать, и быть избранным, никаких ограничений не содержит. Но запомним номер этой статьи, 38. И теперь мы обратимся к статье, уже известной нам, 64. Статья 64 Конституции Украины, это та статья, которая говорит о том, что в условиях военного положения могут устанавливаться определенные ограничения прав и свобод человека. И при этом здесь указан перечень прав, которые не могут быть ограничены. И вот посмотрите, здесь номерация статьи идет. И вот мы видим 29, 40. И вот здесь должна бы быть 38, но ее нет. То есть, с точки зрения Конституции Украины, получается, что право на то, чтобы выбирать или быть избранным, оно может быть ограничено. Вот я думаю, таким образом, вот эта позиция президента будет обосновываться, ну, в гипотетическом суде. А может и не в суде, в принципе, я думаю, они ее так обосновывают. Но это еще не все. Есть у нас еще выборчий кодекс. Выборчий кодекс Украины. И в этом выборчему кодексе есть вот такая статья 20, выборчий процесс. И вот если ее почитать, вот эту третью часть, у разу введения в Украине, или в окремих ее местностях, военного или надзвичайного стану, выборчий процесс загальнодержавных выборов, або выборчий процесс відповедных местных выборов, что происходит на этих территориях, або их частинке, прекратится с дня набраня чинности, соответствующим указом президента Украины. И дальше объясняется, что после набраня чинности, соответствующим указом президента Украины, соответствующий указ на увазе про установление военного стану. Центральная выборчая комиссия ухвалюет решение щодо припинения выборчого процесса на всей территории Украины, або в окремих ее местностях. Итак, что мы здесь увидели? Мы увидели, что избирательный кодекс не устанавливает запрета на проведение выборов во время военного положения. Но при этом он говорит, что если во время избирательного процесса в стране вводится военное положение, то выборы, избирательный процесс должен быть остановлен. И вот я думаю, что на эту статью тоже будет ссылаться Зеленский и его команда, объясняя с юридической точки зрения, почему же выборы не будут проведены. При этом, конечно же, я вижу, что большая часть населения хочет, чтобы выборы проводились, чтобы их право менять президента у них не забирали. Но вот военное положение стало тем аргументом, благодаря которому действующий президент может продлить свои полномочия, по сути, на тот срок, когда пока длится военное положение. То есть теоретически он может таким образом до бесконечности продлевать военное положение и, соответственно, ссылаясь на вот эти нормы, ограничивать право человека на выбор. Насколько это целесообразно? Ну, это вопрос, скажем, такой риторический. Да, и каждый, наверное, сам для себя может ответить на него. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным и носило полезную информацию, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал, также подписывайтесь на мой Telegram-канал, ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну, а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мир. Пока-пока.